итак всем привет дорогие друзья приветствую вас на канале копцев rt сегодня у нас по плану на фоне видно коробочку сейчас мы будем распаковывать последние настроечки так куда б еще кинуть ребяткам так помаленьку начинаем задача у нас какая задача распаковать наконец-то коробочку как вы понимаете я уже распаковывал пару фотографий сделать здесь у нас так это сторону все в прямом эфире блин прям так это тоже в сторону по картинке я не верю такая вот та камера нормальная нет короче начинаем распаковывать трейлфандер 2 корпусе мохавы 2 есть а правильно если 4 в я уже просто не терпешь прям ждать надо распаковывать это я долго вообще терпеть не могу так я думаю камерного чутка повыше поднять итак приступаем заказывал я ее в штатах в магазине амайн хобби ссылочка короче цена там самая адекватная на ebay за этот корпус просят прям чуть ли не в 3 долго так что такое панали у нас здесь наклейки стикеры с мануалом и с мелочами с мелочевкой дальше мелкие детали панель управлю панель инструментов интерьер не словом дальше хромированные части какой-то бамперок есть дворники такое самого интерьера нету я об этом не знал по ты поэтому заказала только недавно так это пока не сторону дальше у нас идет дальше 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 идет задняя крышка кузова давайте все прям откроем прямой я открыл первый раз ну так чисто глянуть сверху хорошо что открыл потому что как не знал что есть что интерьеров интерьер не идет с ней успел заказать по быстрому так смотрим 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 комплектация там кто указан английском там ское надо все разбираться и так у нас здесь цельная и прям решетка радиатора прям с местами под фар ну короче все цельный кусок сплошной и вот задняя решеточка сейчас мы это все обломаем так типа соберем на скорую руку прям крутить не будем поскольку я еще даже цвет не с этом не поделиться кой и как я вообще хочу это делать просто покрасить или под патину ржавчину добавлять еще не понятно вот так все как бы простенько три детальки и все единственное что здесь куча всего я не так уже и много как кажется смотрим что у нас есть вот это непонятно стекло какое-то хотя зачем если там идет с алексана вроде как это отдельно для этой крышки короче специально сейчас мы этот момент посмотрим еще из минусов вижу то что не прокрашенные не поворотники не габариты ну габариты понятно не надо пока что поворотники стопы задние все не прокрашена то есть это надо будет красить или брать фломастер маркер который не будет смываться или надо будет искать мне сейчас лак прозрачный лак цветной прозрачный цветной так здесь в принципе понятно эта часть сама больше не люблю это из-за маленького кусочка пластика приходится покупать блин это по-любому надо желтый красный цвет такое но надо что поделать не оставить же это все не крашеная так запакуем а то отломается и потеряется и будет проблемы так я купил только корпус за того что я буду это все ставить на аксиала 2 на шашку у вас наверно есть вопрос как это все закрепить толково чтобы не было никого никакой вот колхоза и тому подобное да есть один типок в америке шаринг версии он штампует именно на 3d принтере переходники от разных известных корпусов известным шастиком то есть к этому корпусу можно найти очень много подобрать именно очень много разного 6 так вот наших наш гвоздь программы сам корпус так вот я говорил по стекло наверно все обрезать надо тут есть поэтому контуру обрезаем поэтому отдельная крылья деятельное стекло заведет так это потом все сторонку чтобы нам особо не мешало все пакетики потом лишнее что надо мы запрячем так это мелочевку наверное все тоже попрячу нам не нужно вот прям именно сейчас коробка пусть будет будет понятно чем это занимаемся и так вот наш корпусок красавчик также мне остался открытый вопрос насчет бамперов бампера я не хочу заводские они громадские очень громоздкие поэтому будем что-то думать будем что-то думать также у нас здесь вопрос нам придется вот здесь вот делать отверстие для амортизаторов наших свет такой блин прям кофейный мир так бы оставил как некоторые делают чтобы не мучиться не думать что да как прикол здесь короче это задняя крышка получается есть вариант есть вариант вообще вот так вот закрыть как говорит один друг знакомый мне сегодня в чатике списывались котлеты называют не знаю почему но как вариант мы можем даже это проверить так эту часть я думаю нам надо отломать отломать чтобы как-то присобачить посмотреть хотя бы как она будет смотреться морду аккуратненько как-то сломаем подрежем да опять интересно вот я например хотел решетку одного цвета делать как это все красить интересно интересно так верно это отломаем тоже основной все лишнее выкинем так мне где-то кусачки были появились правильные заказал вот идеальные кусачки для таких вот делов прям идеально все можно чикнуть аккуратненько hello hello guys island rc thank you so much for your support new project again так вот идеальные кусачки ними можно блин под самый корень забраться и все в ноль отщикнуть можно даже лишнее делать сейчас без проблем так так вот все лишнее откусываем наждачкой можно пройтись можно нет кому как то все равно видно не будет так отлично это готово это на мусорку это прям не знаю как бы не планирую использовать пока месте оставим наверно пока как есть так это тоже готово откроем инструкцию посмотрим что интересного есть у нас так даже ножичек ножичек смотрим интересно капец мы думаешь тут особо такого ничего нету для нас именно интересного так опять же наклейки обалденно а это ниже с другой стороны так вижу наклейки на корпус на панель ну не знаю панель у нас будет отдельно идти да есть так посчитать отдельно панель отдельно корпус так стоит неплохо получается но все равно дешевле чем мы на всякие на всяких ебаях там разных эта тачка в штатах ценится ее использует под соль под соревнования и поэтому когда она заканчивается на всех магазинах на ebay цена становится просто в три раза дороже так сомневаюсь это книжка по корпус это наверно полностью вся машина смешно но это только на корпус столько целый том короче на один корпус который состоит и спереди и сзади вот это весело прикольно прикольно так что нам понадобится прикольно так 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 все прям очень интересно да интересный вариант крепежа тут короче надо надо раму эту блин переднюю часть крепить с помощью металлической планки да весело весело заднее стекло ручки ручки хроме мне не нравится будем перекрашивать цвет черный просто маркером она будет стираться но такое вариантов нету здесь подписаны шурупы будем стоять на самих пачках шурупах если все подписано да здесь надо будет аккуратно все про вырезать не как-нибудь боковые стекла я планирую тоже как бы не оставлять вырезать но будем посмотреть да панелька простенькая руль скажем так все не сложно а зеркала интересно крепится как не просто клеится именно на защелках да вот такой вот махаве 2 как он там правильно называется scale track body 1 10 так что у нас по шурупам идет по комплекту резиновые зеркала что не может не радовать с наклейками пакет только на зеркала целый дальше идут крючки сзади и пакет шурупами тут все прописано каждый шурупчик прописан это супер круто не надо будет искать по полчаса шо док откуда самая большая проблема и вопрос это выстрелить отверстие под нашу шашку так и теперь достаю шашку на которую это все я планирую закрепить шашка у нас аккуратно спряталась под столом оба на так вот наше чудо ну вот наше чудо чудо юда верблюда hello guys hello добрая работа nice дякую так вот починаем починаем починать вот на этого красавца я планирую ставить вот этот кузов по поводу как это все будет скрепиться вот здесь вот есть уже все готово все вкручено осталось еще задок подправить это на 3d принтере шринк rc обращайтесь по его там можно подобрать практически под любую тачку крепления вот вот оно плюс-минус должно быть это мы все будем опускать дропать амортизаторы но самый большой вопрос вот это вот здесь вот вырезать вырезать два отверстия под наши амортизаторы амортизаторы будут меняться я заказал ну скорее всего будут меняться первое время я буду на этих ехать поскольку я знаю что они хорошо работают и по первым ощущениям ну лучше я не видел пока амортизаторов я перепробовал немало из-за того как из-за того как у меня Defender 6 кг подниму на эти амортизаторы тоже себе такой вопрос так секунду гляну что тут у нас есть что тут да как ребятки зашли и вышли о том спасибо ладно поехали дальше так что мы можем такого интересного вычудить сегодня сегодня нам еще надо крепление здесь добавить сейчас я буду искать его процелить две дырочки и вкрутить крепление вот под эту часть так можем вырезать еще стекло хотя я сомневаюсь стоит ли это делать сейчас или в последнюю очередь так интересно вот эта крышечка если бы оставили вот так как есть как говорит один человек котлета давайте сломаем бы она меня напрягает по моему запасам открутим лишнее так так опять наши кусачки так отлично все работает смотрим что бы было что было бы если бы ничего не бы не было потому что у нас здесь мотор это коробка трансмиссия аксиаловская выпирает слишком пришлось бы брать напильничек немного это все укорачивать добро так поскольку мы все равно этим делать заниматься делом не будем мне еще был вопрос встанет ли сюда интерьер нормально но я вижу что с такой батареей здоровый как у меня сейчас ни фига не станет поскольку изнутри я полагаю там должно быть место то есть батарейку мы будем брать поменьше и перекидывать куда-то в сторону я вижу здесь изнутри дофига места то есть вполне возможно втулить сюда мне еще лебедка есть кстати лебедка неплохая скажу вам так мощная чисто вот от бумрейсинга ее мы будем тоже ставить сюда именно но куда пока не знаю возможно это заднюю часть или даже спереди тут места просто нереально много вот такие то дела да нравится тут чуть стикеры много всего все красиво обклеим будет смотреться так также мне по плану в будущем обрезать укоротить вот мальца задок а то он слишком уж больно выпирает это будет только чирки чирк 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 так еще надо определить правильно где у нас должны найти быть эти отверстия тоже вариант непростой но мы попробуем тихо будь сейчас бы сейчас сломать так пока мисс мне все нравится так я слишком вперед то утащил так колесико наши также у меня здесь есть вопрос если я закажу определенные боковые вот здесь накладки я думаю проблем это не должно быть проблемой так что у нас чирка здесь возможно будет точно счет что поломаю оба так ну это все не проблема как бы так эту центральную распорку наверно тоже мы сейчас откусим что мне не нравится напрягает меня главное это все сделать плюс-минус аккуратно да здесь что-то не немало так пластика выканули так ну вроде бы плюс-минус аккуратно так запасом это хорошо так остальное мы почистим аккуратненько шикарно так смотрим что у нас по передку получается это запчасти у нас лишняя так с батареями с батареями надо вопрос решить надо какой-то маленького размера определенно батарею брать поскольку интерьер станет кривовато батарею маленького размера где-то вот так и вперед ее засунуть так что у нас получается по решетке по решетке у нас все вот так вот как-то как-то вот так встать должно вот так возможно так тут что за счет по ходу выгинать надо будет вот так вот вот так вот вам ничего сейчас не сломать раньше времени ну плюс-минус как-то так плюс бампер от идет хромированный но мы его ставить не будем мы атаксиала поставим на время пока я не решу вопрос с бамперами бампер а в любом случае будет не совсем копийные больше как бы на проходимость будет просто металлическая не планка стержень металлический грубо говоря толстый провод ровный толстый провод все максимум загнут на углах так чтобы не черкать ничего лишнего так задача теперь на 6 прицепить крепление под заднюю эту кровать как они говорят так что я бегу сейчас за креплением но у меня в коробке по идее таксиала стоит беру дрель и сейчас будем искать а вот варианты я буду да установить нормально ребята две секунды я щас подойду а 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 Продолжение следует... Так, я здесь. Кто знает, я уже сразу сюда инструмент принес. Может сразу запилим отверстие под задние амортизаторы. Так-то разоборяться, а руки делают. Так, еще вопрос решить сверлами моими. Ух, мне тут ревизия происходила на выходных. Да, без сверла я никуда. Так что, еще 2 секунды я буду искать сверло. Надеюсь, я его быстренько найду. Подписывайтесь на наш канал. Ничего не понятно, я не знаю ли мы сверла, печаль, 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 что сверла тут нет. Так, две секунды, две секунды. Так, две секунды, две секунды. Так, две секунды, две секунды. Так, две секунды. Пройден, сверла найдены. Наконец-то их нашел. Здорово всем, ребята. Сейчас будем продолжать крутить крутилки. Вместе интереснее, веселее. Еще бы, короче, можно было как-то, а, так можно через Zoom, кооперироваться. Вот наши пропажи. Задача здесь сзади собачьи две дырки и установить вот это крепление. Так, стоп, надо шрупы не потерять. Вот. Крепление на 3D принтере и оно вот под эти отверстия встает. Вот так. О, блин, я не попадаю. Короче, все четко, надо только установить. Единственное, что я вижу, что вот здесь вот ваксиаловские, подаксиаловские эти хернюшки, крепление для бампера. Здесь просто идет, как бы, не дырка, отверстие. А просто такой пазок в отверстие заходит. Сейчас мы туда профигачим. Только вопрос, вот так вот это должно быть? Или вот так вот? Как, блин, опять не попадает нифига в камеру. На камеру выше поднять чутка. Вот так. Ну, сейчас будем это все тестить. Примеряться, скажем так. По корпусу понятно все дело. Не знаю, что мне еще сферло такое было толстое. У меня все какие-то тоненькие выглядят. Ну, еще. Сейчас мы с этим тоже разберемся. Так, лишнее все в сторону пока что. Так, вот это сюда, это сюда. Довольно неплохо. Я вот не знаю, как это 3D принтера должны печатать. Но мне кажется, достаточно неплохо. Видно, конечно, эти проходы самого принтера. Но я думаю, что тут все, наверное, зависит от качества самого принтера. Чем круче принтер, тем, наверное, будет поверхность гладкая. Главное, чтобы это все добро не расслоилось. Поскольку я помню, как это все начиналось с тип принтера. Там было черти что. И сбоку бантик. Так, прикольно. Так, это в сторону, это в сторону. Зеркалки в сторону. Так, этот багажник посидет пока. Так, это тоже все можно в сторону убрать. Так, кто давал добро колеса выкручивать, непонятно. Так, смотрим. По факту тут все зависит от этой крышки. Надо ее ставить и смотреть, как должно быть. Но это суть не меняя. Здесь все равно надо дыры фигачить. Так что берем сверла потолще. Как бы вот сюда аккуратно изъять. Чтобы не высыпалось. Мы прорежем дырочку. И дырочку. Вот так. Возьмем то что надо. И заклеим скотчем. Все будет четенько. Так. 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 Это есть. Тут у меня есть супер маленькие сверла. Это для Defender. есть некоторые места, которые надо прокрутить. Просветлить. Чтобы установить решетки. Так. Так. Вроде четенько. И погнали. Так. Это тоже можно убрать. Сто процентов. Понятно. Что надо. Вот сюда вкручивать. Сверливать. Это сто процентов. Или нет. вот так все должно быть. Вот блин. Задача. Ладно. Давайте мы измерим. Или можно не париться. Сразу написать где сверлить дырки. Ну давайте так сначала. Сначала пробуем сами разобраться. Так. Если у нас здесь должно совпадать. Поставим вот сюда. Надо сначала выкрутить вот это добро. Так. Где наш инструмент. Инструмент есть. Но не знаю сколько он заряжен. Так. Двоечка. Насадочка. Так. Возьмем новую. Попробуем. Потестим. Так. Выкручиваем. Так. В обратную сторону. Так. Выкрутили. Один есть. Так. Выкрутили. Ставим предположительно. Как должно быть вот здесь. Окей. Можно даже прикрутить. Можно даже прикрутить. Так. Здесь есть шурупы. Нравится же здесь в комплекте. Да. Шурупы из нержавейки. А то эти китайские. Это просто пипец. Так. Вкрутить мы сможем постольку поскольку. Поскольку вкручивать не в что. Стоп. Или просверливать ничего не надо. Хотя надо. Можно и не просверливать. Поскольку эта планка будет нести эту всю нагрузку. Так. Мы можем просто сюда поставить. Он будет стоять себе. Мы прикинем плюс-минус. Да. Нифига оно не будет стоять. Надо два шурупа. Так. Сейчас. Сейчас все опытным путем. Путем проб и ошибок мы найдем правильное решение. Интересно только что потому что видно было. Что-то видно, но что непонятно. Отлично. Есть. Теперь берем наш корпусочек. Два шурупа кинуть. Такая что проблема. Чтобы он не разваливается все время. Или да ну его нафиг. Да. Так. По отверстиям смотрим. Примерно вот так. Я понимаю что. Что таки да так оно должно и быть. То есть никак не иначе. Понято принято. Так. Встань уже. Не в ее. Вот. Должно быть вот так. Отлично. Теперь. Задача номер два. Вкручиваем. Вкручиваем этот пластик. Или не вкручиваем. Просто так вставим. И вот и все. Так. Как он был так. Нет. Он был так. Вот так. Вот. Здесь можно вкрутить. Чтобы оно не ходило никуда. Туда сюда. Туда. Так. Есть один. Сейчас будет второй. Так. Такое дело. Вкручиваем. Теперь сверлим вот сюда. Смотрим что с этого получится конечно. Надеюсь что это получится. Просверлили одну. Теперь вторую. Просверлили. Теперь смотрим подойдет ли наш шнёт. Нет. Сначала берем мусор. То блин. Так же надо здесь порядок навела. Теперь блин. Любая соринка мне глаз мазорит. Так. Отлично. Проверяем шурупы эти встанут сюда или нет. Надо отверточку на полторашечку взять. Так. Искал полторашечку. Полторашечка есть. Пробуем вкручивать. А дырочка-то мала. Нет. Шуруп такой блин длиннющий. Надо сходить поискать шурупик потолще. Не шурупик, а сверлышко. Секунду, ребята. Сейчас подойду две секундочки буквально. Так, так, так. Где-то оно быть может, а? Может, все пока не справится. На. Секундочку. Так, я здесь, оп, сорян, что перед таймерой туда-сюда. Так, сверлышки, сверлышки, где вы наши сверлышки? Надо толще, чем у меня сейчас, короче, можно прям, опа, Дима, рукожоп, опять в деле. Так, смотрим, я бы не сказал, что у нас шуруп особо толще, может просто надо не того-то взять, по-нормальному закрутить его туда, и все, не играться, так, двоечку в сторону, привет, полторашечка. Блин, еще нифига не держится. Так, пробуем вставить вот там. Что ты думаешь, все идеально пошло? Так, все четко. Теперь вставим опять двоечку, откручиваем, вставляем нашу красивую крепежную систему от дяди шринка. Так, это в сторону. Это нам сейчас не нужно. Вот у нас появилось два шурупа опять в коробочку. Так, что мы говорили там по крепежу? Здесь все, в принципе, очевидно, здесь отверстие одно маленькое, одно большое. Так же, как и здесь, надо просто вкрутить его сюда. Так. Пока мы сильно не вытягиваем. Сказал он и дотянул навсюду. Ненормально, по идее. По идее, должно все работать. Так. Полторашечку насадочку. Отверточку. Пробуем. Нравится, что я рукой, наверное, все перекрываю. Да ладно, буду левой. Все, есть такое дело. Вот так, чтобы, наверное, не перекрывать. Так, есть такое дело. Сейчас здесь можно дотянуть немного. Все, крепление под нашу попку готово. Даже без фанатизма, поскольку это, блин, как-никак печатанный пластик. Все, он здесь вообще мертвый. Дальше, смотрим. Да, все бы ничего, если бы не эти гребаные амортизаторы. Как их выцелить сейчас, это вопрос, конечно. Как выцелить это добро? Примерно вот так вот, если по жопе смотреть, по задним этим креплениям. Да, есть такие дырения надо фигачить. Ух ты! Я только сейчас заметил, что здесь... просто тупо отдельно кусок пластика. Это зачем сделано? Вопрос. Очень интересно. Блин, тут может и отломаться. Прикольно. Так, узнать бы размер еще этот. Плюс здесь еще амортизаторы с приблудой. Это еще под нее надо вырезать будет. Эх! Прикольно. Как бы так, как бы так. Как бы так все сделать. Как бы так, как бы так. Как бы так все сделать. По-любому это надо, рано или поздно мне придется это делать. Ладно, спешить не буду, чтоб не напортачить, а то неохота все испортить. Так, самое главное, что мы это уже присобачили и плюс-минус у нас все понятно стало по этим делам. Корпусок, наверное, пусть будет здесь. Теперь еще вариант, куда бы нам всобачить лебедочку. Так, ребята. Блин, вот тут мне человек добрый сегодня подсказал, что это нифига не waterproof. Серва наша. Так что мы еще и серву нам придется разбирать и герметить. Так, вопросики матросиков. Да тут все пластик, блин, это тоже бы в идеале все поменять. Конечно, бесит меня пластик, но ладно. Axial как-никак. Не говно какое-то, скорее всего. Ссылку на что скинешь? Барбадос. А, я понял. Для горизонтальных амортизаторов. Короче, задача, вернее, не задача, а такая. Разговаривал с разными парнями вот этим ширинком, который печатает на принтере. Потом разговаривал с Кентом одним. Нилом из штатов. Под которого я пробую закосить. Пытаться буду. Они сказали, что только вертикальные. Ну, вертикальные амортизаторы или немного под углом. Ну, ни в коем случае не вот так вот. Типа работать не будет совсем. Короче, идеальный вариант вот так вот. Ну, не идеальный. Такой, второй. Идеальный вариант, чтобы они немного под углом были. То есть, когда тачка накладена, чтобы артиллятор был вот так. Но никак не под углами. Ну, блин, если, ну короче, ты скинь ссылочку. А там я буду думать. Ну, скорее всего, я так и буду пилить корпус. Это, скорее всего, будет так. Так, что дальше мы можем делать? Матхизат, это что-то такое? Что за, блин, дешманская фигня? Смотрите, как оси ходят внутри, полуоси. Цок, цок, цок. В целом, нормально. Пойдет. Главное, главное с дырочками угадать. Глянешь, гляну, обязательно гляну. Я, в принципе, понимаю, про что ты говоришь. Какая-то фигня сюда идет. И вот амортизатор, получается, встает как-то вот сюда. Или сюда. Изнутри как-то вроде. Вот так вот просто. Ну, глянешь, я зыркнул, в принципе. Ну, это тогда уже и амортизатор надо будет менять сто процентов. А я хотел бы на первое время на этих покатать. Если я заказал уже, блин, там за миллион. Пока они из штатов приедут. А, это ты, Роман? Барбадос. Ну, давай уже гляну. Алиэкспресс. Хм. 30 баксов. В принципе, не так уж и кусучая. Ну, блин. Говорили, что не надо так делать. Что надо дыру пилить по-любому. Если хочешь, чтобы нормально амортизаторы работали. Для меня дыру вообще не проблема всобачить. Нет МТ, что они будут торчать, не проблема. Я закрою его там. Запаску закину. Блин. 30 баксов. Фигня, в принципе. Ага, я понял. Эх. Интересно, интересно. Ну, наверное, уже не то будет артикуляться это. Да, и плюс по креплению я вижу, что у меня вот здесь есть вот это крепление. Они просто не встанут сюда. Эх. Ну, не знаю. Да, я вижу, вижу. Спасибо, Роман. Тут задержка просто идет, наверное, на стриме. Блин, я фиг его знает. Не, я буду, скорее всего, рубать. Я уже так, типа, настроился. Даже специально под это добро взял инструмент, короче. То, что они там будут торчать, это мне даже по приколу. Ладно. Что дальше делаем? Что дальше делаем? Что дальше делаем? Что еще можно было сегодня замутить такого интересного? Рубать, не рубать? Подумать, наверное, еще. Да не, рубать точно буду. Просто вопрос, как рубать? Как правильно все определить? Штангельным циркулем вымерять? Давайте по приколу в собачьем корпус именно на место поставим на шурупы. Чисто так посмотреть, поржать, скажем так. Мне бы место под лебедочку найти, Роман. Сейчас покажу лебедку, где-то под рукой была. Так, все станет, артикуляции больше будет. Я бы не рубал такой кузов, дорогой. Тоже правильно. Вот, мне надо эту лебедку куда-то собачить. Я так полагаю, у меня нет нормального крепления для нее. Вопрос, сюда ее ставить, где-то сзади. Потому как спереди тут вообще мало места. Скорее всего придется где-то сюда ставить и вот так вот выводить на передок. Это будет тоже позже. А сейчас просто хочу примерить кузов передок. Так, размер одинаковых этих шурупов. Да, показалось. Показалось, что разные. Думаю, ничего себе. Так, это есть. Тут уже Роман. Все, я спать. Ну спокойный, спокойный. Тут Роман уже, как говорится, на большой стройке плюс-минус метр уже роли не играет. Так, ну конечно, это каждый раз попадание шурупов это беда. Так. Тут есть. На попе шерсть. Дальше что? Ага, здесь сам корпус не хочет пролазить. Ясно. Ясно. Сейчас мы тебя затолкаем туда. Так, в принципе, есть. Так. Так. В принципе, есть. Топ. Да, интересно, как это я все буду с корпусом крутить туда-сюда. Ну, как не крутишь шурупы, блин, самый надежный способ. Самый геморрный крепление корпуса, но самый надежный. Так. Тут я так сильно не прикручиваю. Дальше что у нас, возможно, ждет. Когда мы опустим, будем опускать передние аморты, у нас вот это все будет цепляться. Здесь все будет срезать, надо придется. Так. Вот передок я планирую по-любому опускать. Не знаю, сколько, но это будем видеть. В принципе, неплохо. Вопрос остался, какой будем цвет подбирать. Вопрос открыт. Вопрос открыт с цветом. Так, конечно, он, блин, слишком задрот. Но зато не будет особо цеплять лады. На этом, наверное, все. На сегодня с этим аксиалом. Поскольку нам осталось только просверлить, грубо говоря, это на выходных, наверное, буду планировать уже красить его. Поскольку, чтобы не тянуть времени. Короче, думаю, стримчанский будет на выходных. Будем пилить отверстия, красить и тому подобное. Так что всем спасибо, кто был. Thank you. Thank you. Thank you so much for your support. Thank you all guys. Thank you so much. I appreciate it. But today, I think we finish. And continue next day. I think on weekend we continue. Continue with this guy. Thank you so much. Goodbye. Good luck. Take care.